Всем привет! Вы на канале Блицфан и с вами я, Сим Саладин. И наконец-таки мы продолжаем выкачивать средние танки США. А сегодняшним гостем стал М46 Паттон. Или как его уже прозвали в рандоме, Баттон. Ну и специально для придир немножечко заострю внимание на тактико-технических характеристиках. Для начала, для СТ, конечно же, важно бронирование. Шутка. Но в любом случае здесь оно у нас имеется. И нет не в корпусе, а в башне. На цифрах у нас в албу башни 101 мм. Но тут есть маленькая хитрость. И называется она Огромная Маска. Непробиваемая маска орудия. Которая позволяет нам вытанковывать из-за всевозможных холмов и укрытий. Хотя я смутно себе представляю, кто на среднем танке собирается танковать. А вот что действительно важно, так это подвижность. При массе танков 43 аж тонны мы имеем мощность двигателя 820 лошадиных сил. Что дает нам удельную мощность, эдак 19 где-то лошадиных сил на тонну. Это в принципе неплохо и свою максималку в 48 км в час мы разгоняем довольно уверенно. Скорость поворота шасси 38 градусов в секунду. Крутимся мы не очень. Но не сильно хуже, чем наши собратья по цеху. А вот что действительно выделяет эту машину на фоне остальных, так это орудие. Скорострельность орудия 7,3 выстрела в минуту. А если это еще и сдобрить вентилятором и накачать свой экипаж адреналином, то этот показатель будет просто зашкаливать. Бронепробитие скромное. 218 единиц обычными снарядами и 265 подкалиберными. И действительно в боях на 9 уровне частенько нам придется использовать подкалиберные снаряды. Что конечно же немного расстраивает. Однако это компенсируется сумасшедшей альфой. В 350 единиц как для ИСТ. Даже Т-62 знаменитый обладает альфой всего лишь в 300 единиц. Не будем говорить о ДПМе. Разброс на 100 метров у нас аж 0,4. Время сведения 2,3. Пушечка, мягко говоря, не точная. Совсем мягко, но при этом при должных прямых пальцах мы довольно уверенно пробиваем всех, кого видим на своем пути. И вот вопрос. Что же нам со всем этим добром делать в бою? Ну для начала наберитесь терпения. Да, вы на среднем танке и у вас есть потрясающая возможность заходить противнику в тыл, во фланг, всевозможные объездные и устраивать диверсии. Однако, нет, не совсем. Ваша подвижность среднестатистическая. Она не позволит вам ворваться. А отсутствие бронирования в корпусе не позволит вытанковывать урон. Поэтому это танк поддержки. Да, да, вот столько качались и оказалось, что это танк поддержки. Но еще какой поддержки? В самом начале боя рекомендуется не лететь вперед. Занять выгодную позицию, позади своих союзников, потихонечку отстрелять. Ну все это вы уже слышали 200-300 раз подряд. Ну в общем-то сценарий примерно один и тот же. Но вот во второй половине боя уже можно веселиться. Вы можете скооперироваться с оставшимися союзниками и ворваться. Либо если вы все-таки умудрились сохранить свои хитпоинты, вы можете самостоятельно поехать и наказать пару-тройку недобитков. Однако, мне кажется, что такой вариант геймплея несколько скучноват. И поэтому сейчас я вам расскажу то, как я играл на этом танке. Да, это сложно. И сразу вас предупреждаю, что так играть не получается из раза в раз. Но это доставляет куда больше удовольствия. Что вам нужно? Первое. Это взвод. Неважно из какого танка, главное, чтобы он был средним. В принципе, этого достаточно. А вот вместе вы уже можете быть не поддержкой союзных тяжелых танков, а поддержкой своего совзводного СТ. Идельным выбором, конечно, это будет, например, Т-54. Но, как вы видите, мы вместе со слепым пью в боях катались вдвоем на паттонах. И, в принципе, меняя роли периодически, довольно неплохо удавалось тащить. В таких ситуациях этот танк доставлял мне наибольшее удовольствие. И, конечно, да, он мне понравился. Но если вы играете соло, исключительно соло, и вы настоящий отшельник, то, конечно, рекомендую выбрать первую тактику. То есть, первую половину боя вы выжидаете и отстреливаете не совсем сообразительных противников, которые таки умудрились подставиться на ваш бронебойный снаряд. А вот во второй половине боя уже даете волю эмоциям и врываетесь. Ну и на этом сегодня все. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, а также вступать... А также вступайте в мою группу ВКонтакте. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok